Роботы вместо актеров, спектакль под водой, а может театр на Луне для людей-инопланетян. Юные любители искусства увидели театр через сто лет совсем по-разному. Я думаю, что через сто лет вообще не будет людей, а будут роботы. Только роботы? Ну, а может люди будут помогать им. Участникам конкурса кажется возможным появление аудиогида-помощника для зрителя, голограмм, видеорамок с биографией актеров. А вместо обычной афиши будет огромный уличный проектор с громкоговорителем, объявляющий даты премьеры нового спектакля. И это тоже из театрального будущего. Илон Маск продает билеты для полета на Луну в качестве туриста. Ну и театр там, разумеется, есть. Принц хочет сделать предложение принцессе, а лунатики смотрят театр. Лунатики – это зрители, да? Да. А люди вот в театр на Луне смогут ходить? Ну и сискафандр наденут. А кто-то подошел к воплощению задумки с учетом нынешних обстоятельств. Защитное стекло перед сценой, отдельные капсульные сидения для каждого зрителя на случай пандемии. Но такой подход еще решит и другую, вечную проблему. Чтобы люди могли, какое-то у них свое пространство было, люди могли отделяться друг от друга, и никто никому не мешал. Победители ждали не только долгожданные награды, но и экскурсия по театру. За кулисы здесь пускают очень редко. Ооо, сколько нарядов! Ребят интересовало и то, как работает освещение во время представления, что такое реквизит и как его делают. А самое главное, что это за слово такое – бутафория. Ооо, все как настоящее. Все как настоящее. Кстати, выбрать лучшие предстояло из 19 работ. Некоторые участники набрали равное количество баллов, поделив между собой третье место. Но чем больше победителей, тем лучше, говорят организаторы. Жюри отбирала по самым разным критериям, начиная от технического исполнения, цветового решения, сюжетного решения. И независимо друг от друга оценивали работы детей, и по сумме баллов уявлялись победители. Может быть, в каком-то конкурсе следующем, который мы придумаем для детей, они примут также активное участие. Каким будет театр через сто лет, предугадать сложно. Но в том, что он будет, никто не сомневается. Ему предрекали гибель во время появления кино, но уже минули десятки лет, а театр жив и по-прежнему любим зрителями. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов. День с толком. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов.